Правильно понимаешь, что Россия не ведет всеобщую мобилизацию? Или все-таки ведет какую-то скрытую? И сразу же вопрос, и сколько времени с момента объявления этой всеобщей мобилизации нужно, чтобы эти люди были готовы воевать в Украине? Как долго, как правило, нужно? Да, 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 я вас понял, я вас понял. С момента объявления мобилизации нужно будет как минимум месяц, чтобы сколотить границу Украины, ударную группировку. Скажем, 300 тысяч, 400 тысяч. Это минимум месяц, минимум, то есть при максимальном напряжении всего военного механизма российской армии. Признаков мобилизации мы не видим. У них весенний призыв в апреле, но то же самое где-то как минимум две недели, чтобы собрать новые резервы, новую ударную группировку. То есть это конец апреля. Конец апреля, не раньше конца апреля. Простите, Агиль, но ведь вот этот военный призыв, это же призыв обычных необученных молодых парней, я правильно понимаю? То есть они же не могут идти на фронт? Они могут призвать и тех, кто служил. А, в этом же призыве? Да, 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 в этом же призыве они могут призвать тех, кто служил. И с ними будет полегче. Неделя, две недели их восстановят, обучат, оденут, обуют и будут использовать. Агиль, я правильно понимаю, что если Россия объявит всеобщую мобилизацию, то это будет означать для России, что она идет в свой, что называется, последний бой с Украиной. Потому что тогда она будет оголять свои, я не знаю, границы, оголять какие-то свои, ну, не знаю. Я даже не знаю, как это сформулировать. Людмила, я вас понял. Людмила, я вас понял. Вот объявление мобилизации, что представляет трудности для объявления мобилизации? Вот перед войной расходы на оборону определены, скажем, 5% бюджета. Они не закладывали огромные расходы на войну. Сейчас эти расходы где-то на уровне 10-15% бюджета. А если объявлять мобилизацию, то это будет обходиться бюджету как минимум 40-50%. Как вы думаете, в таких условиях, когда ломают экономику России, она сможет ей себе позволить? А это интересный очень вопрос. Конечно, конечно. То есть это проблематично. Это проблематично. Даже если они объявят мобилизацию, то я вот крайний срок военным операциям на Украине оставлю 4 месяца. С условием, что они объявят мобилизацию. Рикоретте феярт и фастензайд и вернулся 3 фитнес-байкс. Потому что финансовые и экономические возможности, они не беспредельны. Они имеют свою границу. Они имеют свои ограничения. А в условиях, когда вам ломают целенаправленно вашу экономику, то у вас эти возможности в разы уменьшаются. Спасибо.